Зачем вообще поднимать вопрос тормозов на складном велосипеде? Если у нас скорости вроде небольшие, но и вообще складной велосипед подразумевает такое движение по тротуарам, спокойное, размеренное, но складной у вас или нет велосипед, тормозов у вас все равно два, передние и задние, и понимать как ими пользоваться все равно нужно. Какие особенности есть в Стриде? Первое, разные тормозные диски по размеру, передние меньше, задние больше. Задний тормозной диск развивает больше тормозное усилие, при этом высокий центр тяжести и короткая база, то есть при достаточно интенсивном торможении у вас будет загружаться переднее колесо, разгружаться заднее, при этом задний тормозной диск больше, то есть заднее колесо у вас практически всегда будет идти в юз. Так вы едете, совершенно спокойно, ваша пластическая позиция, перед торможением, вы останавливаетесь с небольшой скоростью, просто можете ничего не делать. Останавливаетесь и все. Единственное, что выставляем ногу, параллельно земле выставляем педали и упираемся в педаль, носок вверх. Если вам нужно остановиться быстро, с большой скоростью или быстро остановиться, то лучше всего вынести заднюю точку за седло, нагрузить заднее колесо. Раз, и в этот момент вы можете отдать очень сильные тормоза, практически нереально, чтобы сделать такой бит, это невозможно. И одновременно вы сильно нагрузите заднее колесо, то есть у вас эффективность объектором обоих тормозных механизмов резко усилится. Упираемся в педали и назад. Все очень просто. Субтитры сделал DimaTorzok